Всем доброго времени суток. Меня зовут Эльвира Киреева, эльфа, и вас приветствуют два некоммерческих проекта. Это Project Bravo и Zoom, в котором вы можете задавать вопросы, делиться своим опытом, включать видео и задавать вопросы голосом. Все ссылки под этим видео. Пожалуйста, включайтесь, смотрите и ставьте напоминания, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех наших анонсов и событий. Итак, сегодня у нас Светлана Лаврова, декламированный психолог, психоаналитик с 15-летним профессиональным стажем. Более 11 лет в практике от веганства к сыроедению, малоедению, лечебному голоданию до автономии. Жизни без еды и воды. Три года опыта с людьми на пути к автономию и просветлению. Светлана умеет понятно объяснять и помочь. Итак, у нас сегодня тема «блакостная» в кавычках «шляпа». Приветствую вас, Светлана. Светлана, вы с нами? Да-да-да. Да, приветствую вас. Расскажите, с какой же у вас сегодняшний тема «блакостная шляпа»? Что это значит? Да, я бы хотела рассказать как раз про… Поделиться, наверное, своими наблюдениями какими-то. Потому как вращаясь на сегодняшний день в кругу людей, которые находятся в каких-либо практиках. В практиках минимального питания, в практиках каких-то физических упражнений, либо ещё в чём-то. И я всё чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что люди позиционируют себя как такими благостными, такими высокодуховными, высоковибрационными. И вот много-много всего, но когда начинаешь с ними общаться немножечко поглубже, ты понимаешь, что это настолько напускное, настолько это всё показное, во что даже они не верят. То есть это даже не то, что они не верят, а, наверное, такое, где бы они хотели быть. Это, знаете, из того разряда, что когда ты хочешь быть, например, выглядеть дорого-богато, ты начинаешь общаться с людьми, которые там вращаются в определённых кругах, ездят на определённых машинах, ходят в определённые рестораны. И здесь то же самое, что ты, когда хочешь быть вот таким, хочешь казаться таким, ты начинаешь общаться, вращаться в определённых кругах. Но это не всегда говорит, чаще всего, вернее, это говорит, что ты вообще в принципе не такой. У меня так получилось, что в это лето я была на нескольких фестивалях. И вот на этих фестивалях, особенно первый фестиваль, меня так немножечко он даже поразил в какой-то степени. Было достаточно много людей, и вот эти люди, они такие высоковибрационные, находятся в каких-то практиках, они очень следят за своим каким-либо, каким бы то ни было питанием. У них определённые одежды, то есть это какой-то там лён, либо какая-то такая одежда, чтобы она там, эта одежда делает то, цветовая гамма такая-то, рисунок обозначающий такое-то. И вот они настолько все вот духовные, они настолько все себя преподносят, что они такие клёвые и благостные, через них там разговаривают и высшие силы, и кто только там через них не разговаривает. Но когда начинаешь смотреть вот эти вот их внутренние чаты, и когда начинается просто там вот эта вот мясорубка из-за того, что кто-то кому-то не дал тазик помыться, подмыться, постираться, и они друг друга начинают крыть чуть ли не матом, то просто начинает быть смешно. И это у нас на каждом шагу. То есть я даже смотрю комментарии на своём канале. Некоторые люди смотрят, и вот бывают одни и те же. Вот они как это, мышки плакали, кололись кактусом, но ели. Вот это из той же серии. То есть они смотрят постоянно мои ролики, постоянно пишут какой-то негатив, но продолжают это делать, продолжают смотреть. Либо люди, которые находятся в чате, которые начинают рассказывать, вот нужно сделать вот это, вот нужно прийти вот к этому, нужно вот это вот из рациона убрать, это добавить. Там, чтобы ты был таким-то, нужно там 33 раза провернуться на правые пятки, на волонье через соседа перекрутиться, и ты будешь абсолютно просветлённым. И когда человеку начинаешь говорить, так вы как бы не навязывайте свою точку зрения, вы расскажите свой опыт, и там начинается прям целый список всего, что какой ты нехороший. И как раз вот эта тема, она и образовалась тем, что люди, которые выглядят определённым образом, которые на первый взгляд общение настолько хорошие, настолько вот они все благостные, то чаще всего с такими людьми вот близко не хочется находиться. Потому что когда их копнёшь, у них вот это вот начинается как пружина выплёскиваться. И эти пружины, они видны вот в очень обыденных вещах. То есть они, например, могут осуждать кого-то, то есть они, например, смотрят, неважно, пусть меня, возьмём меня, так как я здесь сижу, да, они начинают говорить, вот она такая-то, она в этом-то одета вот в это, это неприлично. Вот она там накрасила губы, это не по-автономски. Вот она там сделала вот это, автономы это не делают. То есть все всё знают, что делают автономы, все всё знают, что делают там нееды, все всё знают, что делают пробуждённые, просветлённые, прокрещённые, прохерённые, там ещё что-то. Но за собой мы очень часто не следим. И это о чём говорит? Это говорит о том, что человек настолько нулевой, он настолько неинтересен даже самому себе, что ему не хочется в себе что-то выровнять, подровнять и поправить, чтобы быть ещё лучше каждый момент своего времени, что он начинает просто тыкать в кого-то другого. И вот очень часто вот эта вот вся благость, особенно на канале высокодуховных вот этих вот сыроедов, которых обнять и плакать, вот чаще всего вот они там собираются. И начинается не деление своим опытом, не рассказ о том, что, ребят, вот я пришёл вот к этому вот так-то, вот у меня получилось вот так-то. Если кому-то интересно, можете воспользоваться вот моим опытом. Если кому-то интересно, я могу рассказать ещё что-то про это. Но про это очень редко пишут. Чаще всего говорят, надо вот это делать, ты иди вот туда. И там такое просто сериво начинается во многих чатах. И это как раз все те люди, которые из себя строят благих. А люди, которые себя позиционируют как абсолютно обычный, нормальный, глупый, я не знаю, бедный, богатый, худой, толстый, просто обычный человек, который делает акцент на своей жизни. Вот эти люди чаще всего бывают такими, какие они есть. Им не нужно из себя строить хорошего. Потому что чем больше человек строит из себя хорошего, чем больше человек из себя строит благостного, значит, в нём столько же есть и плохого, и, как мы любим говорить, низковибрационных частот. И именно как раз вот эту тему я и хотела бы, если кто-то задал какие-то вопросы, если у кого-то есть, то я бы, конечно, с удовольствием бы ответила на эти вопросы. Потому как это такая тема, наверное, не очень приятная для многих, потому что правда, она всегда такая неприятная. И когда я начинаю говорить что-то, какую-то правду, что-то рассказывать, мне говорят, ну что ты такая злая, ну почему ты так? Это же не злость, это же просто есть то, что есть, и всё. Светлана, можно я добавлю? Смотрите, когда говорите, что человек, он вроде как хочет казаться благостным, и в то же время он не такой благостный, с другой стороны, есть такое понятие, одень маску святого, возможно, она к тебе прилипнет. И это абсолютно неплохо, что человек даже делает вид, что он какой-то свято либо благостный, и если исходить из понятия, что нету хорошего и плохого, а есть просто люди, возможно, у которых есть какая-то внутри боль, и они её не могут выразить, и поэтому так себя ведут. У нас что идёт? Осуждение, критика, претензии, зависть. Это же как раз-таки всё это вот на низковибрационном уровне. Просто человеку, возможно, нужна какая-то помощь, чтобы ему что-то подсветить и показать, что есть дальше путь, и показать, как выражать, возможно, свои эмоции. Может быть, в этом стоит ключ обработать? Что вы на это сказали? Ну, если говорить о том, что кому-то нужна помощь, я не знаю, вокруг меня нет беспомощных людей, я никому не собираюсь помогать. Вокруг меня все достаточно цельные, достойные люди, которые, если у них что-то случается, я абсолютно уверена, что они с этим справятся самостоятельно. Да, есть некоторые моменты, которые мы решаем совместно, не без этого. Именно для этого нужны мы друг другу. Но это абсолютно не про то, что кому-то помочь, кому-то что-то подсветить. Если человек не готов, ты можешь его хоть засветить этим, но ты ему никогда это не поможешь, пока у него не перещелкнет. Поэтому это всё бесполезно. Это просто делаем вид, что мы что-то делаем. Это опять же, это же не для того человека, это же опять же для галочки самого себя чаще всего. Вот я такой помогатор. А помогатор это у нас кто? Это же такие важные люди. Вот я-то могу помочь. Я-то знаю. Я-то сейчас этому ничтожеству сейчас всё расскажу. Он-то ведь ничего не понял. А я-то вот сейчас возьму, так как помогу, помогу. Я поняла. Это вы с позиции гордости имеете в виду. А если у человека есть запрос? Если он, например, у вас осуждает и говорит, вот какая-то там автономка накрасила губы. А что, если задать ему вопрос, а что ты чувствуешь при этом? Вот ты видишь меня, я на автономии, я накрасила губы. И что, какие чувства у тебя? Ненавизлость, ещё что, претензии какие-то. Если копнуть глубже и дальше. И по сути, если... Это опять же про что? Это про то, чтобы ему, его как-то раскрыть, ему как-то помочь, а ему это надо. Но есть у него эти чувствования ко мне. Это же его чувствование, это же его негатив ко мне. И он имеет право на это. И это здорово, что у него оно есть. Но он же не просто... Это же нужно, это же нужно для вас обоих, получается. Нет, нет. Смотрите. Вы сейчас говорите о том, что, смотрите, есть несколько стадий, да, у нас. Есть одна из стадий, которых мы... Одна из стадий, когда мы говорим, что весь мир — это отражение меня. Это есть одна из стадий. Это когда ты понимаешь, что ты отражаешься в ком-то другом. Если кто-то что-то тебе сказал, то ты себе задаёшь вопрос. Он это сделал? Что я такого сделала, например, что этот человек так на меня отреагировал? Что я такого сделал, что этот человек вот так-то со мной поступил? Ты раз на себя это переделываешь, но есть следующая стадия, когда у тебя есть это состояние, когда ты переходишь в следующее состояние, что я есть всё. Я есть то пространство, в котором существует всё. И тогда уже тот человек — это не отражение тебе. Этот человек и есть ты. И тогда ты, когда ты себе позволяешь это делать, тогда ты ему позволяешь. Тогда тебе уже не нужно его прокачивать, либо себя прокачивать, либо говорить, это нужно для нас двоих. Тогда ты уже проходишь эту стадию, тебе эта стадия неинтересна. И ты идёшь уже в следующее. То есть если он что-то сказал, если ты у него, я у него вызвала негатив, мне нельзя неизвать почему я ему вызвала негатив. Светлана, а если исходить из того, что мы сами создаём свою жизнь, свою реальность, и получается, что каждого человека мы сами привлекаем в свою жизнь. То есть другой человек, он как бы актёр и играет вот в эту роль, которую вы же сами и заказали. То есть по факту получается, каждый человек приходит, чтобы обслужить вашу реальность. И говоря, например, какое-то возмущение, он хочет до вас что-то донести, что-то подсказать, что-то подсветить. Может быть, вам даже, а не ему тогда, чтобы подсветить. И вы же этого человека в своё окружение привлекли для чего-то, чтобы что? Чтобы, возможно, услышать какие-то претензии, может быть, то же самое, недовольство. Ну, а может быть, для того, чтобы понять, что не нужно всех подряд слушать? Может быть, и фильтровать всё, да. Вполне возможно. У меня только... Алло, слышно меня? Да, зависали. Так, я поняла вопрос. Смотрите, это из разряда. Я создаю то в своём мире, что у меня в мире создаётся, а я регулирую, я контролирую, я там ещё что-то. Не важно. Но это же из той позиции, что если вас что-то не устраивает в вашем мире, вы начинаете закладывать, вы начинаете создавать, вы начинаете ещё что-то. Создаёте вы в своём мире, когда у вас дефицит чего-то, и вы начинаете создавать. А если вы смотрите не из состояния дефицитарности, а из состояния изобилия, вам захочется что-то поменять в своём мире? Либо вам захочется просто жить в своём мире? Ну, окей, а для чего тогда сейчас вот эти обсуждения, что есть люди, которые по факту хотят казаться быть святыми, но на самом деле не святые, там ходят матеряться, друг друга там оскорбляют и так далее. Когда вот это... Просто факт. Это просто факт. Это же не обсуждение их. Это же не из позиции, что это хорошо или плохо. Это просто из позиции, что это просто факт. Наши смотрят подписчики, ваши смотрят подписчики, мои смотрят подписчики. И они каждое какое-то предложение, каждый какой-то эфир, каждое какое-то сопровождение их в их жизни даёт какой-то триггер, чтобы раскрыть самого себя. То есть я же говорю сейчас не чтобы меня услышали. Я же говорю сейчас, чтобы каждый человек услышал себя просто через меня. Мы каждый раз не становимся лучше, мы не становимся хуже, мы становимся плотнее, как только идёт понимание самого себя. И для создания плотности самого себя мы как бы, если простым языком говорить, мы как бы себя прокачиваем, мы как бы себе говорим, а что ещё вот здесь, почему я так отреагировала, а стоит ли давать на это реакцию. А если эта реакция есть, оно откуда идёт? Всегда реакция идёт из состояния дефицитарности. И в состоянии изобилия реакции на какие-то события, эмоции, их нет. Идёт просто чувствование, это глубина. И когда идёт чувствование, когда идёт глубина, меня не хочется ничего. Есть только жизнь, которая течёт, и ты течёшь вместе с ней. Но если вы сейчас начали говорить на эту тему, значит, вас всё-таки это как-то задело? Нет, это... Смотрите, я же не про задело говорю, я же говорю про уплотнение, вы меня не услышали. Я же говорю это про что? То есть я же не хочу кого-то сделать лучше или хуже. Я же сейчас строю, я уже это... Я давно это же не скрываю, я сразу же говорю. Я всё, что я делаю, это я делаю для того, чтобы у меня был мой мир более плотный. Мой мир состоял из цельных людей. И чтобы эти цельные люди появлялись всё больше и больше, я им как раз показываю через себя, насколько они крутые, насколько они клёвые, насколько они большие, глубокие и плотные. И когда мы проговариваем какие-то моменты, это же я говорю, не что меня триггерит, а проговаривая эти моменты, чтобы каждый человек осознал. И я при определённом проговаривании я же тоже себе даю какие-то моменты, чтобы ещё глубже что-то осознать. И это говорит о том, что человек послушает это, и у него какие-то пазлы сойдутся для самого себя. И это не чтобы выровнять ситуацию, это не чтобы показать, что кто здесь хороший или плохой, это не чтобы кто-то сказал там, ой, а вот я вот это плохо поступил. Это не для этого. Я вас услышала, сейчас у нас Дмитрий поднял руку, хочет задать вопрос голосом. Включить, пожалуйста. Знание своей глубины, это просто для знания своих. Ой, я ничего не слышу. А у нас Дмитрий поднял руку, хочет задать вопрос, включите, пожалуйста, микрофон. Велик Гор, включите, пожалуйста, Дмитрий микрофон, чтобы задал вопрос голосом. Или у нас Светлана так выбивает, да? Светлана с нами? Дмитрий, у вас включен микрофон. Да, у меня включен, а Светланы нету, да? Да, у нее куда-то со связью сегодня, в начале было, видимо, сейчас восстановится, и присоединится к нам. Ну, я как раз хотел задать вопрос про создать, про дефицитарность, про которую она говорит, раскрыть вот этот смысл и ее видение услышать. Ну, а давайте пока сами об этом поговорим, пока мы ждем, когда Светлана к нам присоединится. Можем пока... Ну, вот, Светлана. Светлана уже здесь. Светлана, вы с нами? Окей. Здесь вопрос задает Дмитрий по поводу того, чтобы вы раскрыли понятие дефицитарности. Нет, не совсем так. Вы сказали, Светлана, про создать. Это значит, есть дефицит, это значит, чего-то не хватает, это значит, ты не живешь в моменте здесь-сейчас, если я правильно вас услышал. Вы так сказали, Светлана? Светлана, вы меня услышали? Да-да, я услышала. Давайте я немножечко поясню. Я уже говорила в эфире, у меня есть эфир. Я не знаю, на этом канале он остался или нет. Это как раз из... Смотрите, мы всегда хотим того, чего у нас нет. То есть, вот у меня есть телефон, да, и я его уже не хочу, то есть он у меня есть. Мне он приятен, там еще какие-то, но какого, чтобы им обладать, у меня нет, потому что я уже им обладаю. И это касается любого желания, которое мы создаем. Желание. Ну, создать, по сути... Если вы что-то хотите себе создать, если вы что-то... Правильно? Неважно. Неважно. Вот если вы что-то хотите, если у вас есть желание, что-то, чтобы у вас было, значит, этого у вас нет. Правильно? Неправильно. Вернее, точнее, и правильно, и неправильно одновременно. Ну, могу пояснить, если интересно. Ну, поясните, если это будет коротко, да? Да, коротко. То, что вы говорите, да, это когда чего-то нет, и чего-то хочешь, то ты это можешь создать, сотворить, идти к этому. При этом в моменте ты можешь что-то создать в плане... Вот ты лежишь, допустим, да, и создаёшь своё состояние. Это как? От дефицитарности? А зачем тебе создавать... Создавать тебе зачем это, если ты уже живёшь в этом? Ты находишься в определённом состоянии... Ты находишься в определённом состоянии... Ты создать можешь только то, чего у тебя нет. Чего у тебя нет. Если ты в этом находишься... И это значит от дефицита, правильно? Мы в параллель говорим. Я не слышу, мы в параллель говорим. Это значит от дефицита, Светлана? Я не слышала вопрос. Мы говорим в параллель. Или у меня отстаёт звук, или у меня отстаёт эфир. Давайте тогда уже я сейчас скажу, чтобы не было у нас накладки звук на звук. Если ты находишься в определённом состоянии, в состоянии благости, тебе что нужно создать? Тебе ничего не нужно создавать. Если ты чего-то создаёшь, ты создаёшь из состояния того, чего у тебя нет. Что бы ты ни создавал. Ты всегда создаёшь только то, чего у тебя нет. Тебе не нужно создавать то, что у тебя есть. И когда ты находишься в состоянии своей жизни, в своём жизненном русле, то всё, что у тебя есть, это всё для тебя. Оно всё для тебя идеальное, так скажем. Тебе не нужно ничего создавать. У тебя уже всё есть. Светлана, а что такое творчество? Это относится к создать? Что такое искусство? Это относится к создать? Творчество — это жизненный процесс, это делание. Творчество — это жизненный процесс, это делание. А создать — это не сделать существующим. Это как раз не проделание, это не про творчество. Тогда ты скажи критерии создать. Мы сейчас с тобой просто спорим ни о чём. Ты говоришь создать. Не-не, я не спорю. Мы создаём. Подожди, не подбивай. Я не спорю. Давай мне в параллель говорить. Это бесполезно. Если ты говоришь «создать», то это какое-то материальное желание. Что тогда критерий твоего создать? Создать — это связать носок, создать? Или создать? Это сделать что-то существующим в моменте или позже. Точнее, мне больше нравится именно в моменте. Создать — это сделать что-то существующим в моменте, сотворить что-то. Ну а так, если сотворить что-то, это же ты не говоришь «что». Что такое сотворить? Сотворить — это, например, спеть. Хорошо. Сотворить. Тогда в твоём понимании создать — это, по сути, ты чего-то не имеешь, у тебя есть какой-то дефицит, и у тебя есть импульс к какому-то создательству. Это твоё определение? Нет, это не моё определение. Тогда дай, пожалуйста. Ну хорошо, дай, пожалуйста, ещё раз. Раскрой. Определение именно вот так. Слово «создать». Не слово «создать». Пересмотрите эфир сначала, и о чём мы с вами говорили. Ребят, вы цепляете из контекста какие-то моменты, и мы возвращаемся вновь и вновь к тому, от чего вообще не отталкивались. Мы с вами начинали говорить о дефицитарности, когда у нас есть желание чем-то владеть. Вы сейчас это перевели на какое-то делание. Это вообще не про это. Чем-то обладать и что-то делать, творить. Это же разные вещи. Вы о чём говорите? Если честно, не понимаю, у меня интернет выстёгивается или молчание идёт. Светлана, всё нормально? Мы вас слышим хорошо. Продолжаем эфир. Эльфа, вы где у нас? Да, я с вами. Ребят, есть ещё вопросы у нас в зуме? В ютубе пока вопросов нет. Тагир, может, у вас есть вопросы? Велигор, пожалуйста, вопросы в студию. Тагир готовится. Если нет вопросов, я могу немножечко пояснить. То есть, смотрите, всегда есть тонкая грань между чем-то и чем-то. И когда мы идём от головы, когда мы идём не от состояния чувствования, нам нужно всё это распределить в какую-то логическую цепочку очень часто. И тогда начинаются вот эти вот те моменты, через которые можно войти в чувствование себя. Мы, когда пропускаем через голову, мы тогда не идём в чувствование, а мы начинаем цепляться за логическую цепочку, которая растворяется. То есть, где есть чувствование, там нет логики. Чаще всего такое бывает. И когда мы говорим, например, о дефицитарности желания, то есть, что-то изменить, ну, например, мне не нравится вот это, мне не нравится погода, мне не нравится машина, мне не нравится дом, мне не нравится работа, мне не нравится это. И ты начинаешь это менять. И ты, когда это меняешь, это как раз и состояние желания, дефицитарности. То есть, в твоём мире этого нет, и ты начинаешь это менять. Это нехорошо и неплохо. Просто ты корректируешь это под себя, под то состояние, под ту плотность, в которой ты находишься на данный момент. Но есть другие моменты, когда ты творишь, когда ты рисуешь, когда ты поёшь, когда ты играешь, когда ты занимаешься каким-то, не знаю, бегаешь, прыгаешь, плаваешь. И это идёт делание через тело, через ощущение своего тела, когда ты ощущаешь жизнь. Ты эту жизнь таким способом пробуешь. И ты здесь попробовал, здесь попробовал. И ты насыщаешься, ты наслаждаешься этим. И это уже про другое. И когда ты идёшь в насыщение, каждый момент своей жизни, потому что вся жизнь, она создана для того, что вообще всё для тебя создано. Так же, как и ты создаёшь это всё. Ты только можешь создавать вот эту энергию, энергетический сгусток, тогда, когда у тебя есть на это ресурсы. А ресурсное состояние ты получаешь как раз из этого состояния делания, когда ты через делание приходишь к ощущениям, а через ощущения к чувствованию. И тогда ты начинаешь жить эту жизнь. Но есть другой этап, когда ты начинаешь менять, когда ты идёшь к своим целям, к своим планам, к своим желаниям. И это и состояние дефицитарности. И это тоже нормально в нашей плотности. Это я не говорю про то, что вы вот такие вот дефицитарные, я вот такая вот, и у меня это тоже есть. Я тоже обычный, абсолютно человек. У меня есть какие-то моменты, к которым я тоже иду, которые я корректирую. Но эта корректировка, ты понимаешь, что она тебе даёт. И ты понимаешь, что, например, корректировка в твоей жизни, вот если у меня раньше, например, она занимала вот то, что я меняла жизнь, у меня занимала она 90% моей жизни. Я всё время что-то меняла, я всё время что-то добивалась, я всё время куда-то... Я как конь, я всё время бежала, у меня только пыль из-под копыт была. Я всё время что-то делала, делала, делала. Мне всё время нужно было больше, больше. Вот это поменять, здесь заработать, здесь что-то сделать. И вот большая часть моей жизни, она у меня происходила вот так. То на сегодняшний момент большая часть моей жизни, она как раз происходит через чувствование себя. И вот это вот состояние, где я корректирую свой образ жизни, он совсем маленький. Потому что на сегодняшний день у меня идёт больше чувствование, чувствование себя, которое я познаю через ощущение. А ощущение я узнаю через делание, через делание процесса в жизни. И это уже про другое. И нет плохого, ни в одном состоянии нет плохого. То есть я, возможно, если бы раньше я не была абсолютно другой, то я бы сейчас такой, какая я сейчас, я бы такой не стала. Вот и всё. И это разные моменты. И на каждом этапе даже та же дефицитарность, она необходима, чтобы узнать следующую грань. Чтобы прочувствовать, как мне хорошо будет вот отсюда. Потому что нас же никто не научил быть изначально вот такими, какие мы сейчас. У нас социум другое, у нас общество другое. И мы не можем, если мы вываливаемся из этого общества, если мы вываливаемся из этого социума, если мы там начинаем куда-то там отлетать, то там и до психушки недалеко. Светлана, вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то программа автономии? У меня не программа автономии, но, во-первых, я уже говорила, что я сейчас пишу книгу, и в этой книге у меня будет пошагово некоторые моменты, с чего начинать, как начинать. Если вы так начинаете, то что происходит с организмом? Если это происходит с организмом, то чем помочь, как скорректировать, какими упражнениями, какими травами, какими практиками, чем? Если вы это корректируете, то что происходит с организмом? Что происходит на клеточном уровне? Что происходит с внутренними органами? Что происходит с кожей? Что происходит с внешним миром? То есть мы же все прекрасно понимаем, что внутренние органы – это как раз ретранслятор того, что происходит во внешнем мире. То есть все наши внутренние органы, они, в принципе, у нас созданы не для того, чтобы перемалывать еду или жидкость. Это как раз наш внутренний мир, который транслирует, что происходит во внешнем мире. И в книге я вот это описываю. Пока, когда она выйдет, я не могу сказать. То есть это зависит не только от меня, но и от редакции, от некоторых моментов. Это первый момент. Второй момент. Очень много мы разговариваем, ну как много. После ретритов ребята понимают, что еда — это всего лишь побочка. И когда мы приходим к самому себе, когда мы понимаем, кто я есть, тогда вот эти вот моменты, которые вызывают нас на какие-то поверхностные эмоции, они становятся неинтересными. А всё, что вызывает поверхностные эмоции, это, как правило, поверхностные эмоции, это, как правило, еда. И поэтому она потихонечку отпадает. То есть у ребят уже после ретрита, у них нет этого ощущения, что хочется что-то вкусненькое, хочется что-то определённого съесть. Они уже понимают, что они могут просто что-то съесть для своего тела на определённых этапах. И это уже абсолютно про другое. Ну и точно так же марафоны. Марафоны, где люди понимают, что и как идти. Светлана, скажите, пожалуйста, а если человек долгое время, например, был на автономии? Я вас не слышу. У вас микрофон заточен. Есть ли определённое дело, либо входа, либо как-то по-другому уже надо делать? Если человек уже имел опыт автономии, но перешло на... Автономии сколько? 10 лет? Два года автономии. Если автономии два года, то что, какой вопрос? Ну а потом слетел, например, начал опять потреблять. Как ему обратно вернуться? Есть ли какие-то определённые правила, либо нужно делать чистки, либо ещё что-то? Во-первых, нужно смотреть, почему он вернулся и как он вернулся. Что значит слетел? Потому что, ну, насколько... Окружение, окружение. Вот осталось... Ну, в этом как выяснили. Такое, что ему было сложно с этим справиться, и чтобы принадлежать этому окружению, он начал с ними подъедать, чтобы вот эти вот психологические моменты. И уже не было... Если он вышел из этого состояния, зачем ему тогда возвращаться обратно? А потому что болезни начались, потому что кашель, сопли и так далее, и так далее, и так далее. Но он же как-то зашёл, он же как-то знает. Ну, во-первых, я могу сказать, что уже где-то через полтора... Где-то через полтора года уже не вырабатывается желудочный сок. И ЖКТ меняет вообще своё свойство. И нужно смотреть, он слетел, это как слетел. То есть он же входил в еду, это, скорее всего, это был достаточно длительный процесс, чтобы войти обратно в еду. Ну, вот два года входил, потом тоже обратно в еденье. И сейчас застрял в этом еденье, и человек начал болеть. Но в любом случае у многих такое, я просто знаю, когда экспериментируют, даже сыроедение, автономию, неедение. Если происходит по любому поводу, может быть, что-то по бизнесу, какая-то нервотрёпка, либо какой-то стресс, и человек просто на автомате по привычке начинает заедать. Ну, а потом втягивается, а еда же это достаточно сильный такой наркотик. Как вот в этом случае быть, как выровняться и прийти к самому себе? Ну, здесь как минимум единого рецепта нет. Но если человек два года не ел, и чтобы его вывести из состояния равновесия, что-то на работе, либо его окружение, я не знаю, я таких людей не встречала. Но как? Но вот у меня есть такие, я точно так же хожу с людьми, в кафе я сижу с ними, они кушают. Что меня может вывести, если кто-то... Если вы одна не курите в обществе, все курят, вы тоже будете курить? Ну, я, например, изначально не курила, я не чувствовала вот этой наркотической зависимости. Но человек до этого курил, и он знает, что это такое, он понимал в свое время кайф от этого. Потом, когда перешел на автономию, естественно, все вот эти негативные привычки, они отвалились. Но когда начал кушать, они опять привалились. Человек начал курить, покуривать, скажем так. Ну, я говорю, вот если честно, вот я вот таких людей, которые прям... Ну, это нужно смотреть, почему он начал есть. Потому что, ну, вы представляете, человек два года был в определенном состоянии, у которого поменялись полностью внутренние органы, и тут начал он по-новой есть, потому что его что-то вывело из себя. Да, вот я задаю как раз нон-стоп-вопрос, а человек сидит рядом, просто не хочет показываться, потому что кашляет, заболел. И задавая ему вот этот вопрос, почему так произошло, он отвечает тем, что просто проявление агрессии с внешнего мира его вот на это вот вывел. Именно проявление агрессии. У него сейчас вопрос-то какой, как зайти обратно? Да, потому что вопрос именно стоит уже здоровье. Человек заболел и понимает, что... Ну, а как он первый раз туда зашел? В первый раз он заходил как раз-таки с группой людей, что ему и помогло. А сейчас таких людей рядом нету, а сейчас вот как раз вот это вот социум, другие вибрации, и он не может настроиться. Ну, пусть, значит, на марафон присоединяется, и там будет заходить с группой людей. А сколько стоит у вас марафон? Ой, я по ценам не знаю, это в топлинке все. Я, если честно, там мне... по ценам что-то там совсем недорого. Это для этого надо к вам лететь в Сочи? Нет, это можно онлайн же сделать, марафоны онлайн, это тоже не ретрит. Можете на ретрит, можете онлайн просто марафоны. Они там порядка трех-пяти тысяч стоят. Вот такое. Сколько дней? Я не помню, там разные марафоны, вот это нужно смотреть в топлинке. Там каждый марафон нацелен на что-то свое. Там есть марафоны 21 день, и 40 дней, и 5 дней. Поняла, благодарю. Ребята, у нас есть еще вопросы? Взуми поднимайте руки, задавайте вопросы голосом. В ютубе пока не вижу вопросов. Если нет вопросов, может быть, пока еще какой-то контент, продолжим тебя. Так, а можно я сейчас еще отвечу на вопросы, которые... Так, вот можно еще так, я со своего канала вопросы читаю. Да, пожалуйста, зачитывайте и отвечайте. Хорошо. Да. Нужно ли делать чистки, чтобы зайти в автономию? Вот, ребят, я уже несколько раз говорила про это, что чистки нужно делать, нужно смотреть, во-первых. Если вы были какое-то длительное время на сыроедении, на каком-то легком питании, то я бы не приветствовала различные чистки. Если мы говорим о том, что вы, например, были на каком-то медикаментозном лечении и вы пошли вот в этот опыт, то, конечно, там нужно делать своеобразные чистки. Но это не чистки такие, что прям вот глобальные. Это что-то легкое. Это где-то замасливание нужно. Нужно смотреть, что если вам нужно прикищать печень, то это обязательно замасливание. Если вы понимаете, что вам нужно почистить кровь, то это определенные травы. Если вы понимаете, что у вас, например, головные боли, потому что капилляры достаточно узкие, склеены по определенным причинам, бывают, особенно это после химии, то там нужны другие процессы, там нужно еще включать определенные моменты физических упражнений. То есть здесь очень много тех моментов, которые вот просто единой инструкции, пошел там и вот это вот сделал. Для всех единой нет. Все равно нужно смотреть, после чего ты заходишь, после какого питания, после какого образа жизни, что у тебя было до этого, в каком климате ты сейчас находишься и в каком состоянии, в каком физическом состоянии. Это тоже очень много значит. Так, еще вопрос про Москву, давайте скажем. Да, ребят, действительно, в Москву я прилетаю, и у нас есть анонс, и там будет открытая встреча. Если кому-то интересно, пишите, и там уже организатор вам подскажет. Если честно, даже не помню, какого числа это будет, то ли 20-го, то ли 21-го, то ли 22-го, что-то такое. Вот в этом месяце. Так, ну, у меня вопросов нет. Если, в принципе, нет вопросов, то... У нас Дмитрий поднял руку, видимо, что хочет дополнить и задать вопрос. Микрофон, говорите мне. Да, Светлана, есть вопрос. Есть ли в твоей жизни что-то, что тебя триггерит? Вовлекаешься ли ты в эмоции, зависишь ли ты от них? Ну, я, наверное... У меня, если честно, ребят, давно уже нет такого эмоционального состояния, чтобы прям я совсем в какие-то эмоции впадала. Вот его правда нет, и ребята, которые вот со мной. У меня сейчас как команда, мы как единая команда сформировались, и практически всё время вместе, и всё время в разъездах, и они действительно это видят. И такого, чтобы вот уже выходить на эмоции, но, наверное, уже где-то... Ну, год, наверное, я вот себя вот в таком состоянии не видела, что где-то на эмоции. Чувствования какие-то там, состояния где-то там посмеяться, где-то ещё что-то, это есть. Но чтобы кто-то вывел из состояния равновесия, если что-то кто-то вот куда-то вот откинул, такого я уже вспомнить не могу. Светлана, дети, ребёнок? Дети, ну, тоже... То есть если раньше, да, я могла эмоционировать только из-за детей, то сейчас уже тоже как-то уже становится спокойно. То есть если он что-то сделал, то уже идёт состояние, что он это просто сделал. Это можно либо подкорректировать, с ним поговорить, либо это с ним поговорить и не подкорректировать. Вот и всё. Но это в любом случае... Я очень много, очень часто, каждый день, когда я дома, если я не в разъездах, мы всё время разговариваем с детьми. Я много времени провожу с детьми. Я с младшим сыном, мы вот на гитаре играем, что кто-то следит за этим. Со старшим сыном у нас совместный проект. Он делает определённую часть работы. То есть я же занимаюсь не только то, что вам рассказываю. У меня же несколько проектов есть, которые мне в том числе и финансовую поддержку организуют. Моя работа ещё другая. То есть у меня же несколько проектов. Вот поэтому я стараюсь где-то и с сыновьями работать, чтобы мы с ними участвовали в каких-то общих процессах. Я очень много времени нахожусь именно либо со своей командой, либо с детьми. То есть у меня нет такого, что там где-то погулять, потусить. Этих состояний нет. И вот такие вот поверхностные эмоции тоже не помню. Правильно я тебя услышала, Светлана, что уже на протяжении примерно года тебя больше никто, ничто не триггерит, не раздражает, не выводит равновесие. То есть ты не выходишь на эмоции. Ну я бы сказала так вот, ну год может быть, ну год точно, чтобы кто-то там вывел на какие-то состояния, раздражения, ещё что-то. Нет. Но дети, дети в этот период ещё вот было такое, что там выводили из себя сыновья. Сейчас этого нет, но вот было. А чтобы кто-то, кто-то помимо сыновей, чтобы выводил, нет, этого уже давно нет. Нет такого, что кто-то может что-то раздражать. Меня может что-то улыбать. Наоборот, когда я вижу какие-то эмоции от людей, которые вот раньше бы я, например, там осудила, там или ещё что-то, то сейчас они меня умиляют. Мне иногда даже приятно смотреть на какие-то там, например, там парочки идут, там молодые, да, ну или не очень. И, например, там ругаются что-то или доказывают друг другу. Если бы раньше там я думала, там, ой, вот я бы так не поступила или там ещё что-то, или какой-то вот момент был, то сейчас вот такие моменты, они умиляют, потому что у меня этого уже нет. Или кто-то, например, злится на кого-то, или в автобусе кому-то там на ногу наступили, там или ещё что-то, вот, и начинают злиться. Меня тоже это умиляет, потому что этого уже нет, и ты это как будто бы, как вспоминаешь, а у меня это тоже было раньше, а сейчас этого нет. Вот сегодня, например, я ехала в автобусе, и был автобус полный, битком набит. Я сидела в самом конце, и зашла женщина такая, большая, тучная, и вот она стояла около меня, там пыхтела, пыхтела, и потом такая, ну что ты тут растелась, что не видишь, что ли мне тяжело стоять? И может быть раньше я бы там как-нибудь фыркнула бы, или ещё что-то, то есть здесь я просто, просто улыбнулась, уступила ей место. И всё. Светлана, такой ещё короткий вопрос. В твоём мире, в твоей жизни существуют проблемы? Нет. Вообще слово «проблемы», оно актуально для тебя? Нет. Я могу это сказать. Ещё, знаешь, у меня была недавно такая ситуация, сложилась такая ситуация, что если бы какое-то время назад, ну например, там полтора-два года назад, если бы она у меня вот тогда бы сложилась, я бы, наверное, вообще в панику впала. Я бы сказал, «Ой, всё, всё пропало, всё рушится, всё вот вообще». То здесь, когда оно у меня случилось, я думаю, как бы, ну вот случилось, значит, будет либо так, либо так, либо вот так. Всё. И оно просто будет по-другому. То есть в твоей жизни нет негатива, правильно? Нет, это уже, что бы ни случилось, это нельзя назвать проблемой. Проблема — это же только отношения наши к какой-то ситуации. И тогда мы называем это либо проблемой, либо непроблемой. Потому что одна и та же ситуация, для одного это проблема, а для другого это ерунда. Это просто… А ситуация ведь одна и та же, это просто отношение вот к этому, к этому то, что произошло. Поэтому нет такого, что что бы ни случилось, это просто случилось. И ты идёшь дальше, и исходя из этой ситуации, делаешь какие-то действия. Вот и всё. То есть правильно я тебя услышал, что для тебя нет проблем, есть ситуация в моменте, ты не вовлекаешься в эмоции и решаешь ситуацию, которая сложилась. Верно? Да. Ну, круто. Я, в принципе, так же живу, и мне близко то, что ты говоришь. Спасибо тебе. Спасибо. Светлана, тоже вот ещё вопрос такой у нас сделал. Скажите, пожалуйста, что такое автономия? Это как образ жизни автономия, либо как… либо как профессия, например? Есть учитель, есть строитель, есть автономы. Я вообще не люблю это слово. Я уже давно об этом говорю. Просто почему это слово потребляется, потому что оно у всех на слуху, и это понятно. А вообще по факту я обычный человек, такой же, как и все. Просто у меня есть какие-то свои видения, которыми я делюсь. Делюсь как нетрадиционный психолог, хотя у меня несколько психологических образований. Делюсь как человек с определённой точкой зрения. и просто у меня иной жизненный путь. То есть я просто не люблю есть. Но я бы, наверное, так это сказала. То есть я себе могу позволить делать то, что я люблю. Если я что-то не люблю, я это не делаю. Вот и всё. А как вы тогда себя называете, если не автономно? Как вы даёте себе обозначение слово «есть»? Что ещё раз? Как вы себя тогда называете? Вот вам не нравится слово «автономия» или «автономность». А как вы тогда себя преподносите? Ну вообще, когда меня спрашивают, не помню. Просто человек, который... Когда меня спрашивают, кто, я просто говорю там «Лаврова, Светлана», чаще говорю «психолог», чтобы никого не пугать. У меня вообще очень узкий круг людей знает о моём образе жизни. То есть это люди, которые смотрят, например, меня на YouTube, либо которые ездят ко мне на какие-то мероприятия. А очень многие, с кем я общаюсь, они даже не подозревают, то есть я могу с ними сидеть в кафе и просто не есть. Это же как бы нормально, что человек, например, может не есть. Я же не говорю, что там «я не ем». Я говорю «я не хочу». Никто же меня заставлять не будет. Поэтому я вообще, я так вот, чтобы прям всем идти рассказывать направо и налево, у меня этого нет. но если кто-то в общих кругах, то просто как бы когда-то, ну как бы, ну я не ем. Ну так вот я. Это не первостепенно то, чем я являюсь. Понятно. Это уже для вас стало не настолько важным, что вы об этом не говорите. А ещё тогда вопрос. Человек с таким непитанием, как происходят взаимоотношения с мужчиной и про интимную близость тоже. Если можете, если это не секрет, раскройте, пожалуйста. Существует ли у вас взаимодействие с мужчиной, сексуальное отношение? Что происходит вот на таком непитании? Ну, вообще я могу сказать, что вообще в принципе меняется отношение не только к мужчинам, к женщинам, к друзьям, там ещё к кому-то. Они становятся уже более такие... Все отношения, они становятся глубокие и тотально открыты. То есть ты не просишь что-то от другого. Неважно, это мужчина твой, друг это твой, подруга это твоя. Ты просто идёшь на отдачу. Ты просто отдаёшь. Потому что ты как постоянный двигатель и постоянная энергия. И тебе хочется отдавать. И там уже складываются абсолютно другие отношения. Тебе уже не хочется там что-то сказать. Это вот моё. А вот здесь вот ты будешь со мной. А вот сюда вот пошли вместе. А вот здесь вот ты меня должен поддержать. Тут этого нет. И когда ты находишься в тотально открытом поле, то, если честно, не каждый готов туда зайти. Если это, ну так скажем, обычный человек, живущий стандартным, традиционным образом жизни, не всегда это понятно. То есть не всегда понятно, почему, например, ты можешь не интересоваться его жизнью, а ты ей не интересуешься не потому, что тебе неинтересно, а потому что ты знаешь. Есть тотальные знания, когда ты идёшь на уровне чувствования. И тогда тебе становится как бы глупым спрашивать то, что ты знаешь. И не всегда это готов принять кто-то другой, потому что очень часто хочется, чтобы там нами интересовались, про нас там спрашивали много чего. Ну то есть всё равно эти взаимоотношения, они меняются, они становятся иными. И, наверное, вот в таких состояниях, в таких состояниях или в таком образе жизни, в таких осознаниях, ты чаще бываешь один. Вот я бы, наверное, так сказала. Правильно ли я понимаю, что вы не замужем, и пока отношений с мужчиной нет? Да. И сексуальных отношений, я понимаю, интимных отношений тоже нет. Да. Но я вам скажу немножечко про другое ещё, что в любом случае тебе уже не интересен секс просто как обычный секс, как обычный, вот как это, я не знаю, как вот это, как физика. То есть оно в любом случае должно переходить уже на следующий уровень. Потому что вот это банальный, банальные встречалки, банальный секс, он тоже тебе уже не интересен. Пока ты её не прочувствуешь и не пойдёшь вот в глубину вместе со своим партнёром. Это уже тоже про другое. Но про это можно долго поговорить, и, наверное, это не тема сегодняшнего разговора. Я очень подробно на ретритах ребятам рассказываю, и у них тогда есть понимание, что будет происходить, как оно будет, куда оно дальше зайдёт. Желание вообще есть построить семейные отношения? Семейные отношения? Ну, в общем, принятом понимании, наверное, вот как семья, борщи, дети, там ещё что-то, такого, конечно, нет. А какое рабочие семьи в вашем случае? Ну, наверное, это уже не про то, чтобы постоянно быть вместе, да, а когда ты... когда ты являешься партнёром, когда партнёр является тобой, когда вам нет надобности быть где-то постоянно вместе или постоянно в разных концах уголка планеты. То есть вам комфортно как вместе, так и по каким-то своим моментам разбрестись в разные стороны. И здесь уже, наверное, про то, что... когда тебе просто хорошо с человеком даже помолчать, это не как раньше вот было, там приходишь с работы и быстрее нужно рассказать, что на работе было, спросить, как у него дела, там ещё что-то сделать. И вот... это уже не про это, это уже про вот такой вот... наверное, про другой немножечко момент, про вот эту глубину, когда ты можешь с человеком быть вместе и ты понимаешь, что происходит. То есть мы же очень часто, когда мы соединяемся полями, у вас, наверное, у каждого было такое там, например, с лучшим другом, с лучшей подругой, такое, такое, что вы можете там не говорить что-то, а уже знаете. Или там один начинает звонить и говорит, ой, я только о тебе подумал, только что хотел тебе набрать. Это когда вы объединяетесь в одно поле, но не понимаете, как это происходит. И здесь, когда ты со своим человеком, ты вообще становишься в едином поле. Вы тогда идёте в расширение, и я как-то рассказывала, что происходит, когда идут два цельных человека. И тогда вы становитесь в одном поле, и там у вас, вам не хочется, даже не хочется, а вам не интересно уже, и это тоже не про интерес, то есть вы уже не рассказываете друг другу, что произошло, а вы как будто уже как идёте на следующий, на следующий плац, на следующий уровень, на следующую плотность, и там уже про другое. И вы не всегда это говорите, вы можете видеть определённые вещи, каждый в поле друг друга. Это как состояние уже знания, да, я уже всё знаю, поэтому уже можно не озвучивать, не говорить. Это из-за состояния общения, телепатии, что-то как-то на каком-то другом духовном уровне общения. Правильно понимаешь? Ну да, из этой серии тоже. А скажите, пожалуйста, вот этот вот путь просветления, что именно вам даёт, и по факту, чего вы хотите, вот этот путь, ваши истинные, какие желания, цели, можно поделить? Мои истинные желания, вообще как-то я, когда я начала писать книгу, вот как раз вторую книгу, это «Рождение Аватара», это как автобиография, я её начала писать не просто так, а чтобы люди понимали, мне очень многие ребята писали, что вот я хочу выйти на неедение, чтобы просветлиться. И тогда у меня был вот этот вопрос, запрос, я думаю, неужели все действительно думают, что если они перестанут есть и пить, что с ними случится что-то такое, вау, чего до этого не случалось. По факту, каждый человек, он настолько уникален, и его память закрыта по определённым причинам. У некоторых закрыта эта память, потому что он делает здесь определённую роль выполняет. У другого закрыта память, чтобы не распаковалось триггерное поведение, паттерное, вернее, поведение, которое было в поколении и в таком-то. Потому что если оно распакуется, то здесь он закончит очень быстро свою программу, и он уйдёт раньше времени. То есть очень много моментов. И человек очень часто не осознаёт себя в том состоянии, в котором он может находиться. И да, одно из инструментов, которые он проходит, когда ты убираешь еду, то очень часто бывает такое, что организм, аватар, освобождается от каких-то болевых ощущений, от каких-то заболеваний, и тогда ты нацелен на себя. Когда ты нацелен на себя, то у тебя получается, ты идёшь внутрь себя и раскрываешься. Ты видишь, кто ты есть. Но ты просветляешься не в этот момент, а ты как будто как вспоминаешь себя. И как раз, когда я начала писать эту книгу, я хочу как раз, когда человек будет её читать, у каждого будет возрастать своё воспоминание вплоть до утрога матери, что там происходило с ним. И эти моменты я начинаю писать, как я осознавалась там восемь месяцев, как я себя помню вот в этом моменте, в этом моменте. И через эту книгу вы начнёте вспоминать себя. И когда со мной произошло очередное такое моё очередное умирание, так скажем, про которое я рассказывала, для меня было немножечко непонятно, для чего я опять здесь. То есть я понимаю, что я этот фильм смотрела уже не один раз, что я здесь вот знаю вообще абсолютно всё. и для меня было прямо такое какое-то разочарование, что опять вновь сюда ну для чего. И когда пришло определённое сознание, я сейчас не буду туда углубляться, но по факту сейчас то, что я делаю сейчас, это я через себя, через свой опыт, через свою вибрацию, через свой голос раскрываю тех, кто готов раскрыться сам. То есть я не гуру, я не учитель, я не веду по своим стопам. Я говорю не чтобы меня услышали, а я говорю, чтобы через меня услышали сами себя. И на сегодняшний день, так скажем, моя, то, что я делаю, это через себя, когда вы через меня слышите себя, вы раскрываетесь. И чем больше вас раскрывается, тем больше у нас появляется как таких, если образно говоря, мультяшным языком, таких энергетических воронок, которые закручивают, раскручивают, можете назвать как угодно, я сейчас не буду углубляться, которые как раз дают вот этот энергетический поток там, где мы живём в этом пространстве. И, наверное, если говорить, что это задача, то, наверное, задача у меня сейчас, то, что я сейчас это делаю, это когда вы раскрываетесь, но не через меня как учителя, не через меня как гуру, а через себя. Когда я говорю какие-то обычные, банальные вещи, которые вы слышали миллион раз, но по каким-то причинам я срабатываю триггером, может, потому что я грубая, может, потому что я говорю какие-то неприятные вещи, может быть, ещё почему-то, неважно, но я их делаю, и вы вскрываетесь. Именно поэтому я это делаю, чтобы вокруг меня было более плотное пространство, чтобы вокруг меня было как можно больше осознанных, пробуждённых людей. и когда на ретритах вот это вот происходит, это вот пробуждение, а оно происходит в 90% случаев, я бы так сказала, если не в 100%, то ты понимаешь, насколько вот эта вот глубина, и чем больше людей просыпаются, тем больше этой глубины поднимается, и это просто, это космос. Наверное, так. Дмитрий у нас поднимает руку. Ещё вопрос есть, да, Дмитрий? Включила вам микрофончик, пожалуйста, задавайте вопросы. Да, Светлана, ты сейчас рассказывала, отвечала когда на вопросы по теме отношений, сказала фразу, что хорошо, когда два партнёра, два цельных партнёра, и, ну, дальше много всего. Мне именно про слово цельный, то есть про слово целостность, являешься ли ты в настоящем моменте вот в этом состоянии целостности, ну, цельности, как ты сказала, или целостности, в принципе, про одно, и что для тебя вообще целостность? Ну, или цельность? Ты сказала цельность? не знаю. Да. Ну, посмотри, я тебе вообще, чтобы прочувствовать эту целостность, ты же её чувствуешь на другом уровне, а просишь меня сказать на этом уровне. Давай, попробую это как-то выразить слово. То есть, что такое целостность? Целостность — это когда тебе не нужно что-то взять от кого-то, неважно от кого. Целостность — это когда ты настолько ты настолько готов отдавать, то есть, из тебя всё время переливается. И чем больше я отдаю, почему я делаю вот эти вот три-треты, почему я делаю эфиры, почему я делаю марафоны, встречи, потому что я понимаю, что чем больше я отдаю, тем больше я наполняюсь. И тогда хочется вот это вот отдавать, 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 и это как раз через целостность. Когда тебе хочется что-то от кого-то взять, чуточку любви, чуточку нежности, чуточку ласки, чуточку ещё чего-то, это как раз то, где у тебя есть какая-то дырочка, какая-то пробоина. И здесь уже нужно понимать, почему ты здесь её не можешь у себя сам залпать, почему тебе нужно от кого-то взять. Потому что от кого-то ты никогда не можешь взять. Это всё миф. Ты не можешь свою плоть закрыть чьей-то другой. И целостность это как раз о том, когда тебя, когда ты идёшь постоянно на дачу, когда ты цельный, когда ты как фонтан, всё время раздаёшь, как вай-фай, всё время раздаёшь, всё время переливаешься. Вот это про это. Это как я вижу целостность. А целостный человек в твоём понимании не принимает, он только отдаёт? Он может принимать? Ну, это энергообмен. Почему он принимает? Ты не можешь, если ты не можешь принять, не заполняешь, я говорю, принимаешь. Заполнить себя другим это не целостность, а принять это целостность. Это смотри, как, например, два целостных человека, например, мужчина и женщина, то что прям вот простым мультяшным языком сейчас скажу, чтобы было понятно, да, как я это вижу. Например, вот мне хочется сделать приятно мужчине, да, который такой же цельный, которому не нужно чем-то дополнять себя из состояния меня. И, например, я ему говорю, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя, я хочу ему дать, чтобы ему было приятно. И тогда он мне говорит, мне было бы приятно, если бы ты себе сделала что-то приятное. То есть, понимаешь, я ему хочу дать, он мне хочет. И вот этот как раз энергообмен, когда тебе приятно, когда другому кайфово, а другой кайфует от того, что тебе кайфово. И вот это вот идет переливание. Это не дополнение друг другом идет, когда ты дополняешь кого-то, а это идет именно энергообмен, переливание, то есть это постоянное переливание и состояние изобилие. Не знаю, насколько это понятно объяснило. Ну, если так одним предложением вывести, если я правильно тебя услышал, для тебя целостность это когда ты умеешь отдавать, да, то есть искренне вот эта отдача, когда ты что-то хочешь отдавать. Верно? Да, искренне принимаешь, то есть если принимаешь, ты тоже... отдавать и принимать, то есть целостность это когда ты можешь отдавать и принимать, правильно? Да. Просто вот для меня целостность, ну, это мое видение целостности, это когда есть состояние гармонии разума, души, тела и духа, это когда чувства, мысли, воля, да, физические, вот эти ощущения твоего тела, они все работают в гармонии. и когда нету вот эмоций, да, про которые мы сегодня с тобой говорили, которые вовлекают в состояние ума, в мыслительный поток, погружение в какие-то деструктивные состояния, то есть это все, в принципе, когда нет этой целостности, нету этой гармонии. ну ты знаешь, в определенном, в определенный момент мысли, ты же их уже не мыслишь, у тебя есть только состояние, как раз, когда ты не вовлекаешься в эмоции. Что еще раз? Ну это как раз, когда ты не вовлекаешься в эмоции, по сути, эмоции, вот мы сегодня говорили про проблему, про эмоции, как раз и погружают тебя в мысли. По сути, ты сейчас вот со мной разговариваешь, ты же не думаешь, ты просто разговариваешь, правильно? Ты просто разговариваешь, ты просто делаешь, да, и когда у тебя наступает состояние, когда ты вне мысли, и ты можешь в этом состоянии находиться не как, я слышала это, некоторые говорят, в этом состоянии может находиться минуту, две, а когда ты в этом состоянии пребываешь все время, то это другие состояния, то это другие чувствования вот этого процесса жизненного. И тогда они уже не входят в список целостности, потому что ты говоришь, когда целостная, ты сказал, что для тебя целостность это там состояние, когда и мысли там что-то там что-то там я сказал гармония разума, души, тела и духа, а потом я просто раскрыл, что ум это мысли, душа это чувство, дух это воля, и есть что-то физическое тело, которое воплощается в этой плотности. И когда все работает в гармонии, это и есть состояние целостности. То, что ты сейчас говоришь, да, про мысли, я могу сказать, что я живу из этого состояния без мысли. При этом сказать, что я нахожусь в состоянии гармонии, пока еще нет. Физическое мое тело пока догоняет. То есть я на пути к этому. А в целом, да, то есть если сказать про дух, про душу, про ум, да, а тела пока нет. Ну, это я сейчас говорю про себя как-то. А вот ты, если вот, например, в моем понимании целостности, которое я раскрыл, если оно тебе близко, ты находишься в состоянии гармонии именно тела, души, духа и ума. Ну, я сюда вообще никак не купила. Что ты говоришь? Ум, я бы сюда вообще никак бы не... Ну, разум, давай разум, разум скажем. Ум и разум это определенные состояния, то есть ум это вообще, я считаю, что это не наша субстанция, а разум это мостик из нескольких состояний, но мы сейчас туда углубляться не будем. Вот, поэтому я бы вообще это не взяла, но то, что касаемо меня, как истинного я и тела, то в любом случае я могу сказать, я уже это говорила, что это как две ноги, когда ты идёшь, когда ты идёшь в состояние там, неважно, там, духовности, там, душевности, там, в состоянии какой-то благости и физическое тело, это как две ноги, и ты должен постоянно, ты не можешь на одной ноге прыгать, ты всё время физическое тело, что-то, какое-то дело не делаешь, прорабатываешь его, потом, ну, потом ты идёшь какой-то состоянием себя, что есть я, можно назвать там, душа, хоть как можете назвать, вот, но в любом случае вы идёте двумя ногами, а то, что касается ума и разума, у меня на это немножечко другое видение, вот, но здесь я бы не хотела и про него говорить, это сейчас не тема этого эфира, и уже у нас очень много времени прошло, я бы, конечно, уже потихонечку закруглялась, ну, здорово, то, что ты сейчас испытываешь, это тоже здорово. Светлана, ещё вопрос, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к полиамории и к нетрадиционной ориентации, и является ли это важным на... Я на этот вопрос отвечать не буду, если я отвечу, то ваш канал ещё этот заблокирует. Нетрадиционная форма любви тогда? Я же вам ответила, если я сейчас отвечу, ваш этот канал заблокирует. Это же я не для того, чтобы пафоса сказать, это действительно так. Ну, как-то, может быть, показать, либо там... Это может быть, либо на пути к неедению это недопустимо. Да, я считаю, что это смысла нет, это обсуждать. Я вообще не понимаю, почему у человека этот вопрос возник. Я думаю, этот вопрос возник, что есть такая Анастасия Зелевич, которая как раз в этой теме, да, и интересно было твоё отношение непосредственно, вот ты находишься в автономии, как ты к этому относишься, или относится это как-то к тебе. Ну, я сказала, что я не буду отвечать на этот вопрос. Да, я тебя услышу. Спасибо большое, Светлана, тогда мы будем закругляться. Благодарю вас за эфир. Благодарю вас, что пригласили. Всего доброго, до связи. Всего доброго, до свидания. Завершаем эфир. Завершаем эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова